Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 6 мая, Православная Церковь совершает память мученице, царице Александры Римской. Святая мученица, царица Александра Римская, была супругой императора Диоклетиана. Он вошел в историю как ревностный идолопоклонник и жестокий преследователь христиан. На одном из собраний своего сената в Некомедии в 303 году Диоклетиан дал всем подданным право свободно расправляться над верующими в единого Бога, обещая при этом свою поддержку. Узнав о таком приказе, святой мученик Георгий Победоносец не побоялся объявить себя верующим в Бога и пойти против императора. В ответ на такое поведение Диоклетиан приказал предать отступника наиболее страшным пыткам, какие только существовали в то время при дворе. Но святого спас Бог. Неожиданно загремел гром, и все услышали божественный голос, обещающий свою поддержку и призывающий Георгия ничего не бояться. В тот самый момент мученик был исцелен ангелом. Все, включая императора, были страшно напуганы. Однако ужас не вразумил Диоклетиана. Люди же, ставшие свидетелями этого события, поверили в Господа христиан. Тогда же истинного Бога познала и жена императора, язычница царица Александра. Она также, как и Георгий, хотела объявить императору о своей вере. Но узнавший об этом епарх, увел ее во дворец, чтобы удержать от признания мужу и тем самым сохранить ее жизнь. На следующее утро, услышав крики вновь истязаемого Георгия, Александра поспешила к месту пыток. Она старалась пробраться через толпу людей и во всеуслышание призывала Бога помочь ей, называя его всесильным и единым. Она упала к ногам Георгия и при всех стала прославлять Христа и уничижать идолов и тех, кто им поклоняется. Обезумев от негодования, Диоклетиан распорядился предать смерти не только Георгия, но и свою супругу. Она же, ничуть не сопротивляясь, спокойно пошла вслед за святым мучеником. Царицу уморила дорога, и она припала к стене, лишившись сознания. Люди подумали, что женщина умерла, и ее мнимая кончина была зафиксирована в документах, составленных после казни Георгия. Она приняла мученический конец в одно время с родной дочерью Валерии, также причисленной к лику святых. За эти несколько лет случилось множество событий. В 305 году к управлению страной приступил Максимиан Галерии. Прежний же император добровольно отказался от власти. Новый правитель был злым язычником и воином. Супругой его стала Валерия, дочь Александры, выданная насильно замуж еще во время царствования своего отца. Александра растила дочь в соответствии с законами христианской веры. После смерти Галерия император Максимин захотел жениться на ней. Но после того, как Валерия ему отказала, он сослал их с Александрой в Сирию. В 313 году Максимин умирает, и мать с дочерью едут в Некомедию в надежде, что император Ликиний пощадит их. Ведь они вместе с царем Константином подписали соглашение, согласно которому всем христианам разрешалось свободно исповедовать свою веру. Однако им было неизвестно, что в душе император ненавидел христиан. Он отдал приказ обезглавить святых женщин. Приказ императора был исполнен, женщины казнены, а их тела брошены на морское дно. Так царица Александра, приняв от Бога венец мученичества, окончила свой жизненный путь на земле. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование Иверской иконе Божией Матери и память святых, великомученика Георгия Победоносца, мучеников Анатолия и Протолеона, преподобной Софии Хатакуриду, священномученика Иоанна Ансерова Пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину воскресе Христос! Субтитры создавал DimaTorzok